Всем добрый вечер! Сегодня 15 апреля 2024 года, и я продолжаю начатую не так давно тему — разбор вырезанных секторов, жилища, что это означает, как это воспринимать, ну и что тут можно сделать. Я не буду слишком много рекомендаций вам давать, я, главное, расскажу вам суть, как я понимаю, о чём этот сектор, о чём вырезанность или блок в этом секторе. Моя задача через цикл вот этих видео — показать вам, как нужно размышлять, как нужно широко смотреть на то место, где вы живёте, и вот узко так шаблонно не мыслить. Итак, мы сегодня разберём следующие уже по ходу движения сектор, это юго-восточный сектор, сектор первого элемента — огонь, сектор планеты Венера, ну и там ещё есть некоторые нюансы, сейчас буду раскрывать эти нюансы. Мы уже с вами прошли север, северо-восток, восток, сегодня мы потихонечку по часовой стрелке дошли до сектора Венера. Вот я сегодня красивая сижу, такая, в украшениях собственного производства, это моя Венера. Не зря я сейчас сделала акцент на этом моменте. В какой-то момент своей жизни я почувствовала, что в моей жизни творчества не хватает, и я вернула себе творчество. Это творчество со мной уже много-много лет, правда, был перерыв. Я уже много лет назад занималась украшениями, вот спустя десятилетний перерыв я себе вернула это творчество, не просто вернула, я вкладываю туда свою душу, то, что я делаю в диетичном экземпляре. Мини-реклама. Но это про Венеру, это про творчество, я не случайно об этом сейчас сказала, именно потому, что я хотела вам показать в ключе сектора творческого, начну с этого, как можно реализовывать свой творческий потенциал. Смотрите, по идее сектор Юго-Восточный, это сектор первого элемента Огонь. Давайте посмотрим через этот элемент. Что делает элемент Огонь в нашей жизни? Про первый элемент я уже снимала видео, вспоминайте. Первый элемент Огонь, он даёт тепло, он даёт ощущение уюта, он даёт ощущение гармонии какой-то, спокойствия иногда. Иногда Огонь даёт ощущение, вот именно вспышка, рывок огненный, Юго-Восточный, это именно взрыв такой огненный, этот сектор. Именно такое качество Огня здесь. Достижение, реализация чего-то, резкие изменения, что-то такое, какая-то быстрая, чётко уверенная решимость. И в то же время Огонь, Огонь это свет, это способность видеть, это вот когда ночь темной, мы особо не видим, наши окулярчики так настроены, по-особенному, не как у животных, мы не видим ночью. Только поднимается первый элемент Огонь, например, в виде солнца, сразу же становится светло, сразу же становится радостно. Вспоминайте, да, солнышко выходит, светло становится и тепло, особенно на юге, где я живу, становится радостно на сердце. И наверняка многие из вас прекрасно ощущают себя, когда солнечные дни, и совершенно не прекрасно, когда тучи на небе. Вот такой элемент Огня, вот он такой многогранный, он и даёт ощущение уюта, тепла, он даёт ощущение света, цвета, красоты, вот освещается всё, да, при помощи элемента Огонь. Вот даже в пещере, когда не было электричества, Огонь зажигали, надеюсь, там так это было, первобытные люди, и там вот такой вот уют сразу же становился, тепло, все собирались вокруг Огня, собирались, душевные беседы, не знаю, там разделывали мамонта, что-нибудь там всё делают. Ну, в общем-то, да, сейчас даже в домах у нас, если где-то есть камин, даже хотя бы обычный электрический или биокамин, уже хочется около него сесть и так помедитировать, успокаивает элемент Огня. Но и в то же время элемент Огня — это то, что нас стимулирует, двигает вперёд, вот та самая искра в зажигалке, которая зажигает пламя, да. Вот, и это вот всё юго-восточный сектор. Соответственно, если этот сектор вырезанный, то очень часто это может означать, что, я сейчас пока Венеру даже не трогаю ещё, это очень часто может означать, что у вас не хватает жизни, я бы так сказала, энергии, энергии для достижения чего-то, да, ну каких-то целей. Это может быть как в бизнесе, так и взаимоотношениях. В бизнесе, например, не хватает энергии, чтобы запустить какой-то проект, не хватает энергии, чтобы продумать какую-то идею, визуализировать её, реализовать её. В семье не хватает как будто бы энергии к построению отношений, вроде что-то там как-то идёт, 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 потом раз и к, как сказать, к, слово забыла сейчас, к раскрытию, да, к преумножению, к расширению не идёт. Вот, отношения не завязываются, ну, может быть, чуть-чуть, а может быть, и вообще не завязываются, что может ещё означать этот сектор, да. Также этот сектор может означать неспособность, например, зачать. В зачатии участвует элемент огонь, один из. Понятно, что все первоэлементы, они связаны между собой, они перетекают один друг с другом, да, они строят отношения тоже. И от того, как они представлены, зависят разные формы жизни. Где-то что-то преобладает больше, где-то что-то преобладает меньше. Например, на планете Земля в наших физических телах больше преобладает элемент Земля, вот. Но, тем не менее, элемент огонь, он отвечает за зачатие, то есть за вот этот вот, как хотел сказать, впрыск. Ну, ладно, пусть будет это слово за вот этот вот толчок, да, который, за способность сперматозоидов активным, быть активными, достигать целей. Заметьте, не только сперматозоидов, но и нас в жизни активно достигать целей. То есть пробираться через все преграды, какая-то энергия движет до нас, и мы доходим до цели. Вот этот элемент огня, если он вырезан, то вот этой энергии очень часто не хватает у людей. И вот, и так как этой энергии не хватает, допустим, в том числе и в здоровье, не хватает энергии, вы часто в апатичном состоянии, это примерно сродни пасмурного дня или солнечного дня, когда есть элемент огня или нет, да, вот это вот такая депрессия, затяжная депрессия часто бывает, когда не хватает элемента огня. И точно так же, если мы посмотрим с вами в Асту-Пурушу, да, вот эту вот форму человеческого тела, вставленную внутрь нашего пространства, как нашу тоже проекцию, то это правая часть, правая рука, правая часть, в основном-то локоть и рука, тоже элемент огня, это то, чем мы достигаем что-то в этой жизни, да. Мы при помощи правой руки можем писать, брать, работать, зарабатывать и так далее, в основном, если вы не левша, конечно, вот. Это про достижения. И правая сторона, это мужская сторона, тоже я все такие грани сейчас в таком сжатом варианте расскажу вам. Это мужская сторона, мужчины способны наше мужское, так скажем, не обязательно это мужское тело, да, это может быть женское тело, но неважно, да, главное, это мужская часть, вот эта вот половинка, способность что-то достигать, приумножать, создавать, увеличивать, как-то еще масштабировать, все, это вот эта правая часть. Если женская, она более текучая, такая гибкая, она что-то там решает, чувствует, ощущает, делится, обволакивает, то это вот решает. И вот если у вас не хватает этих энергий, обратите внимание, что у вас с элементом огня, он может быть невырезан, там может находиться, например, ванна гасит какой-то элемент, да, ну в данном случае вода гасит элемент огня, или очень много тяжелых коричневых там тонов, тяжелая мебель, там сера, все какое-то не радужное, не светлое, не яркое, да, это тоже может до некоторой степени, все зависит от блока, чем меньше блока, тем меньше это проявляется, в меньшей степени, да, вырезан в большей степени проявляется. Вот, обратите внимание, очень часто не хватает энергии. И я почему сказала про зачатие, вот пример зачатия, он такой, как сказать, продолжение главного примера творения нашего материального мира, так назовем, но одна из ключевых версий даже ученых, что все произошло от взрыва, да, вот я раньше думала, ну что-то там бред какой-то, это все Бог придумал, Бог создал, вот это все, но это не бред на самом деле, когда начинаешь изучать научную сторону, той же самой науки Вастушастры, вообще гармоничной архитектуры, как таковой в разных культурах, много где как раз говорится о том, что когда возникла идея живого существа, допустим, высшего живого существа, познать себя на опыте, то эта идея, она как искра огня вырвалась, да, из сердца там, из души, не знаю, как угодно. Конечно, нам вселенский масштаб сложно нашим умом понять, но тем не менее примерно механизм, вырвалась этот элемент огня, и элемент огня запустил все творение, то есть запустилось активное творение, так скажем, именно активное. Не то, что все творение зависит от огня, но активное творение, реализацию идеи, как раз запускает вот этот вот искра, да, элемент огня. Соответственно, если у вас есть в вашей жизни, вы уже ощущаете проблему некоторую, не хватает энергии, радости не хватает, вдохновения не хватает, вы не можете начать какое-то дело или завершить это дело не можете, или довести дело до хорошего, качественного результата, опять же, вернусь не можете зачать детей, то в принципе надо обратить внимание вам на элемент огня. И очень часто вырезанная история, это именно самое главное, самый главный маячок, как я тут называю на своих видео, на что нужно обратить внимание, вернуть себе элемент огня. То есть если физически вы реально не можете пока что там, допустим, достроить квартиру, не знаете, как работать с коррекцией формы, вы ещё не проходили это, нигде не изучали, то вы в любом случае на уровне мысль-слова вы уже можете понять. Я вот эти видео создаю, записываю для того, чтобы пробудить вас на уровне мысли и слова. А дальше вы уже действия, по-любому поймёте, как действовать. Пойдёте вы учиться куда-то или там, не знаю, переедете, или вы там что-то там порядок наведёте, интернет весь перероете, что-то там поменяете в своей жизни, специалиста какого-то найдёте, что-то случится. Если мы хотя бы на двух этапах мысль-слова запустили механизм, дальше действие, оно автоматически докрутится. Поэтому я пробуждаю вот этот механизм мысли-слова при помощи информации, которую я вам даю, через свою призму понимания мира. Ну и, соответственно, мой опыт тоже сюда накладывается. Итак, если вот всего этого вам не хватает, то очень часто главным маячком будет именно вырезанный сектор юго-восточный, сектор элемента огонь. И что можно сделать, если на физическом уровне вы ничего изменить не можете, и даже никакой маленький кусочек у вас не попал внутрь, полностью вырезан этот сектор, то вы должны уже теперь работать на уровне мыслей-слов, на уровне понимания, понимания сути происходящего, почему в вашей жизни это произошло, что это означает, для чего... Нет, даже не почему, лучше для чего это произошло, но очень часто, в моём понимании, всё это происходит для того, чтобы мы обратили внимание на ту свою огненную природу, природу Творца, двигателя, прогресса, так скажем, и начали эту природу свою реализовывать в жизни своей. Это что касается элемента огня и правой части мужской. Если взять сектор планеты, кратенько пройтись ещё по этой теме, то это сектор планеты Венера, юго-восточный сектор, Венера сам по себе, это мужчина Венера, он сам по себе, ну, конечно, Венеру и женщину изображают, это на самом деле, по-моему, корректно, и мужское, и женское, но обе эти фигуры, которые обычно изображают, символизируют Венеру как Личность, они красивые, утончённые, интеллигентные, аристократичные, богатые, успешные, ну, вот как-то так, да, простыми, если нашими словами, небожественными там выражениями, вот. Это планета людей, Личностей, показывающая, вернее, ту грань в нас, в Личностях, которая в большей степени отвечает за Любовь, уважение и ценность самую, да, самого себя. Вот. Насколько мы себя любим, ценим и уважаем, настолько в нашей жизни представлена Любовь как продолжение во взаимоотношениях с противоположным полом, с детьми, Любовь как продолжение в виде дружбы с противоположным полом, с однополом, неважно, да, дружба тоже бывает, я верю, что бывает дружба, пускай там даже подтекст, подтексты какие-то существуют, но, тем не менее, дружба — это очень хорошее такое состояние отношений. Вот. Если вот это всё есть у вас, всё хорошо, то тут у вас везде по всем фронтам будет хорошо, и хорошее, тёплое отношение в семье и с родителями, и с детьми, и с, ну, опять же, да, с противоположным полом, и дружеские отношения хорошие, хорошее отношение с подругами, у мужчин, с друзьями и так далее. Вот это самая главная суть Юго-Восточного сектора, как я это понимаю, помимо того, что там ещё много разных вкраплений есть, вот, но самая главная суть — это любовь к себе. Вот как раз любовь к себе создаёт вот это ощущение тепла, уюта, мне с собой хорошо, мне когда с собой хорошо, мне и с другими хорошо, я люблю себя, уважаю, я других люблю и уважаю, да, я через них себя не, ну, как сказать, не выставляю, чтобы увидеть себя круче на фоне какого-то там ничтожества, например, да. У меня нет этой идеи, потому что этот сектор, он, ой, эта часть меня, она прокачана. Если этот сектор вырезан, а я в ключе вырезана всё-таки, то значит где-то с любовными отношениями с самим собой у вас, ну, какая-то либо скромная версия, либо вообще в стопе, да, это находится, в запрете. Потому что и там может быть целый список, не суть важна сейчас этот список, даже разбирать нету смысла, нету смысла разбирать, что там было, есть смысл разобраться, про что это и как мы дальше двигаемся, да, в связи с этим. Вот, вот в принципе любовь к себе, это одна из ключевых идей, когда тебе хорошо, уютно в этом мире, когда тепло тебе, когда тебе вкусно, когда тебе красиво. В любом случае, когда ты любишь себя, ты не станешь помещать себя куда-то, где тебе плохо, где тебя обижают, где тебя не ценят, где не вкусно, не красиво, не богато, не изобильно и так далее. Это если всё хорошо. Но если здесь маячок у нас говорит о том, что ты забыл про эту часть себя, то это означает, что это как раз, даже если вы на физическом уровне ничего не можете поделать, это как раз то, на что особенно нужно обратить внимание. Вы особенно сейчас, в большей степени, если взять всю нашу жизнь, все наши грани, нуждаетесь в проявлении этой самой грани, любви к себе. Когда я люблю себя, ещё раз повторюсь, мне с собой хорошо, я себя помещаю туда, где мне хорошо, я общаюсь с теми, с кем мне хорошо, я питаюсь, одеваюсь, путешествую, строю отношения с теми, с кем мне хорошо, я не смогу по-другому, потому что, когда я люблю себя, я не смогу как-то поступить с собой плохо. Мне очень нравится этот сектар, помимо того, что это ещё сектор творчества, сексуальной энергии. Но это на самом деле всё, естественно, вытекает из того, как мы относимся к себе, с любовью, с почтением, с уважением, с заботой, с нежностью, с трепетом, с терпением к себе, и как следствие, с миром также строим отношения. либо это пока что у нас всё в стопе или в паузе, и всё происходит ровно наоборот, я себя не ценю, со мной рядом абьюзеры, какие-то предатели, я работаю на дурацкой работе за 30 тысяч рублей в месяц, но я сейчас просто утрирую, у меня тяжёлое отношение с детьми, у меня плохие отношения с противоположным полом, а может быть, их вообще уже давным-давно нет, у меня тяжёлое отношение с родителями, я как женщина, например, выгляжу некрасиво, неухоженно, как мужчина, ну то же самое, у мужчин часто нарушены отношения с женщинами, у женщин часто нарушены отношения с мужчинами, я, соответственно, не могу привлечь в свою жизнь ребёнка, потому что очень часто, ну я не знаю, это точно или нет, но я примерно предполагаю, это очень часто связано с тем, что я жду в свою жизнь что-то хорошее, но это хорошее априори не может ко мне прийти в моём сегодняшнем состоянии, и очень часто моё подсознательное, вот это творческое начало, божественное моё, как душа, например, притормаживает процесс привлечения, в своей жизни ребёнка, нежели не привлечь какую-то там душу, которая придётся каким-то травмирующим опытом, вот это опять же, по моему мнению, душа делает из любви, да, к этому игроку, к целой личности, из любви к своему опыту, если этот опыт, он уже не нужен и не важен, если он нужен и важен, то автоматически рождаются очень часто больные дети, дети-инвалиды, ну и так далее, я сейчас не хочу о грустном, но часто такое бывает, очень часто, когда эта тема игнорируется полностью, нет никаких предпосылок что-то изменить, естественно, это не вы, вы смотрите уже с задачей что-то понять и поменять, но если, допустим, кто-то об этом не думает, то это часто отношения, либо их нет, либо они абьюзерские, либо какие-то извращения, либо какие-то, наоборот, хладнокровие к отношениям, полный холод в отношениях, и это не, по моему мнению, не про радость, не про счастье, не про лёгкость, не про сексуальность, нежность и ласковость, да, в жизни, и, соответственно, это очень важная составляющая в нашей жизни счастье. Вот, это про этот сектор выразен Венеры, и очень часто этот сектор ещё и указывает на то, насколько вы живёте изобильной, дорогой, качественной, у каждого дорого и качественно, по-разному, но в целом, да, как идея, жизнью, насколько вы обеспечили себя комфортом, и вот красотой, вот утончённостью какой-то такой, со вкусом, с творчеством, с жизнью, это всё тоже зависит от того, насколько вы относитесь с любовью к себе. Если этот сектор вырезан, ещё раз, обратите внимание на то, что пришло время пробудить свой внутренний огонёчек, как маленький огонёчек пока что, начало любви к себе, через заботу к себе, через внимательность к себе, начните относиться к себе так, как бы вы относились, к самому любимому в вашей жизни человеку, даже если у вас пока ещё его нет. Вот допустим, вы представьте, на секунду он у вас появился, тот самый единственный неповторимый, который вас никогда не предаст, никогда не подставит, всегда будет вас любить, ценить, уважать, хранить вам верность, добывать для вас всё самое лучшее, помещать в вас самые лучшие места, вкусной едой, самое вкусное кормить, с максимальной нежностью и ласковостью к вам относиться, вот к такому человеку, как бы вы относились, если у вас такой жизнь человек появился, как бы вы трепетно к нему начали относиться, как бы вы стали беречь и оберегать эти отношения с этим человеком, его самого, как бы вы внимательно относились к его эмоциональному состоянию, к его желаниям и чувствам, к его мечтам или мечтам. Вот как бы вы к этому относились к человеку? Вот представьте на секунду, как бы вы относились и вот так начните относиться к себе, к самому себе. Потому что я даже не знаю, как у каждого это проявится, и каждый как понимает, как бы он относился к такому замечательному, единственному, надёжному, самому лучшему в мире, другу, человеку, любимому. Вот именно так вы относитесь к самому себе, потому что ваша картинка, она будет ваша, я вот по-своему понимаю эту Личность, как бы я к ней относилась, вы по-своему понимаете. Но однозначно, однозначно 100% этот сектор, вырезанный сектор, если он у вас вырезан или блокирован вам, например, указывает на этот главный маячок «Полюби себя, начни относиться к себе с уважением, к своим чувствам, к своим желаниям, к своим потребностям, к своим… ну и в принципе многое уже сказала. Вот, соответственно, если есть возможность как-то корректировать этот сектор, то, конечно, корректируйте его. Здесь обязательно должен быть элемент огня, желательно, конечно, здесь кухня, но обязательно должен быть элемент огня в живом его проявлении, в оттенках, в формах, в цветах, в образах, проявить этот элемент. И этот сектор должен быть уютным, тёплым, красивым, ухоженным, ну может быть, дорогим, богатым, если хотите и так. Вот. Если даже это ванна, то самая лучшая, самая красивая ванна по вашему бюджету, по вашему видению, да, я же не говорю о том, что вот есть какой-то такой вот ориентир, вот ванна вот эта, вот на неё ориентируйся. Нет, конечно, нет. У вас у каждого свой ориентир. Вот. В общем-то, я сегодня постаралась достаточно кратко донести. Я просто про Венеру, про сектор Юго-Востока, сектор огня очень многое говорю, часто привожу её в пример, поэтому сегодня так кратко, лаконично. Вот. И в конце видео я хочу сказать ещё, рассказать вам об одном своём предложении. Я, к моему глубокому сожалению, плохой продажник, плохой маркетолог, но я хороший рассказчик. И вот я забываю что-то прорекламировать, забываю вас куда-то пригласить, забываю вам рассказать о какой, о той или другой крутой штучке, которая у меня есть в продукте. Но сегодня я исправляюсь, я сейчас учусь исправляться, так как это тоже важная составляющая моей профессиональной деятельности. И хочу вам рассказать об одном своём предложении, которое сейчас, наступающей весной, очень становится актуальным. Наверняка есть такие из вас, кто хочет построить, спроектировать, построить собственный дом. И хорошо бы дом по вас-то, например, да, вот думаете вы так. И, соответственно, благодаря тому, что я в этом немножечко понимаю, я уже кое-что могу вам действительно предложить. Вот. И у меня родилась идея сделать такое уникальное предложение, весеннее предложение, весенне-летнее, наверное, может быть и лето даже чуть-чуть застанет это предложение. У меня на самом деле, на данный момент есть отдельный модуль по проектированию домов по вас-то. И есть отдельный модуль по архикаду. Для самостоятельного изучения тот и другой может подойти спокойно модуль. И в первом модуле я рассказываю, что такое классика вас-то, без примесей, без коррекции, без ничего, как реально классически выглядит наука вас-то шастра. Там я рассказываю законы мироздания, рассказываю, какие энергии работают, как эти энергии привлекать в свою жизнь, как проектировать, как рассчитывать, что закладывать вперёд, что потом, как организовать участок. В общем, всё-всё-всё полностью рассказываю. Здесь без каких-то там астрологии и всего-всего чистая вас-то шастра. А в архикаде, в курсе, я показала на примере архикады, кстати, в этом курсе есть и установочник архикады, по которому я снимала вот это вот обучающее занятие, курс. Там я показываю пошагово, как сделать собственный проект дома по ВАСТу, эскизный проект, который вы можете сделать для себя. Сейчас в среднем проекты домов стоят от 50 и до бесконечности тысяч. По ВАСТу, если это нормальные профессионалы, то примерно от 80 до 200 примерно, здесь я вам предлагаю сделать это самим. Во-первых, вы получите знания, которые останутся с вами навсегда, на всю вашу жизнь по ВАСТу и по архикаду. Во-вторых, вы сможете сделать собственный проект дома и еще сделать проект визуально, с 3D, со всякими, с расстановкой мебели, с чертежами, со всеми делами. И все это вы еще сделаете в архикаде, когда вы даже, может быть, о нем и не знали, что это такое. Легко и спокойно вы это сделаете. И вам не нужно будет никому платить, и вы при этом станете профессионалом, вы сможете эту программу архикад использовать, вплоть до там, не знаю, сарайку сделать вам надо, забор на участок поставить. Вы все это сможете сделать, визуально в 3D все видеть, менять, переставлять и сохранять как чертежи. И если вы хотите, вы можете даже, если вы уже практикующий вас консультант, вы можете эту опцию себе добавить как вашу новую консультацию создания эскизного проекта дома по пасту. Здесь не обязательно быть архитектом, что создать эскизный проект. Это не архитектурный проект, но по сути это то же самое. Архитектурный это более объемный, со всякими там, с разработкой узлов, со всякими там вот этими нюансами, которые при строительстве частном домостроении совершенно не нужны. Там обычно строители, которые вам делают, они знают, как фундамент заливать, они знают, как стены ставить. Вам эти технологии, конструктив особо не нужен. Вам главное научиться проектировать, создать проект, проработать все детали, где окна, где двери, где какие коммуникации, где какие помещения, где какой уровень пола, какую крышу лучше выбрать, какие окна лучше выбрать, как организовать участок, как веранду сделать, эркель и так далее. Все-все-все в этом курсе есть в первом и во втором. То есть первое, я научу вас, как работать в классике вастушастра, прорабатывать дом по васту, и вы поймёте суть в науке вастушастра, наконец-то поймёте, потому что в интернете чаще всего у нас больше про коррекции, информация. А здесь как раз суть. Вот если вы этот курс изучите, вы прям такую глубину мощную познаете, это просто будет… Я убеждена, это будет шикарнейший подспорь к тому, что вы уже знаете. И, соответственно, в архикаде вы уже сможете сделать проект. И более того, если вы эту консультацию, эскизные проекты, как консультацию добавьте в свою профессиональную деятельность, это чек уже от 50 тысяч, такие консультации, имейте в виду. Для начала, да. А так проект уже будет стоить 80, 100, 150 и так далее. Это хороший заработок для вас. И что я предлагаю? Модуль, второй модуль для самостоятельного изучения стоит у меня 33 тысячи, а модуль по архикаду стоит 34 тысячи. Итого получается 67 тысяч. Но я вам предлагаю при покупке вот этих двух модулей сразу же их купить с очень хорошей ощутимой скидкой всего за 50 тысяч. Всего за 50 тысяч. Почти, там сколько там, 30% или сколько скидка я не считала, кстати говоря. А думал, что-то не думал даже об этом. Всего за 50 тысяч вы получаете во-первых, знания на всю жизнь, как проектировать дома и как реально проекты составлять. И собственный проект вы экономите в разы время, деньги, энергию, чтобы спроектировать дом по вас. У меня один знакомый по интернету попробовал это сделать, потом мне проект дал на правки. И там были такие нюансы, которые он просто даже не догадался, он даже не знал, что это нужно посмотреть. Я проработала все эти нюансы, вшила в четкую структуру и эту структуру визуализировала при помощи видеоуроков по второму модулю и домашних заданий, которые тоже в этот модуль входят. Домашние задания я вам все даю, вы выполняете уже домашние задания. И фактически потом вы уже можете все полученные знания на втором модуле сюда, в Архикаде, применить. Там же будет установочник Архикаде, вам даже искать его не нажим. Не надо, я его передаю вам. Тоже он входит в учащий курс. И вы можете защитить проект и получить еще от меня сертификат об окончании курса. Так что, если вам это предложение заинтересовало, пишите в личку. Я лично Телеграм под видео оставлю. И соответственно, для тех, кто хочет научиться корректировать пространство, я приглашаю вас еще на обучающий курс, который по первому модулю, по коррекциям стартует 25 апреля уже совсем скоро. Мест, как всегда, немного, потому что группа небольшая. Чтобы я с каждым могла индивидуально позаниматься, сразу вам скажу, что первый модуль в индивидуальном формате, в котором проходят группы, это просто другая жизнь. Вы окунетесь в такую новую жизнь для себя, в такие новые вариации, вы так по-новому себя узнаете, не просто разберетесь в коррекциях, вы еще себя узнаете с моей помощью по-новому и посмотрите на себя по-новому. Потому что в моем исполнении этот курс, он в большей степени про знакомство вас самим собой с вашей лучшей версией. И там даже терапия есть, она включена, потому что бывают моменты, когда что-то вот надо, какую-то проблему вы поняли через пространство, но не можете с этим дальше, что делать-то, как распаковать это, как увидеть то позитивное, что есть, за этим стоит. Я это все с вами разбираю прямо на наших живых встречах. Ну, соответственно, прежними вы точно не будете, поэтому я вас приглашаю, буду рада поделиться своим творчеством, своим знанием. Уверена, что то, что как знаю я и вижу этот мир, оно обязательно вам будет полезно. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok